Абсолютно право показать вот этот рельеф зубных ребёнок у тебя сразу станет более руль полной лицевой части ребёнка. Вот сейчас небольшой технический фокус. Вот попробуйте дать вот здесь небольшие дублёры, вот в этом сеть, не в этом, а вот в этом сеть, а вот здесь даже побольше. Ну, здесь, допустим, два дублёра только, а здесь три. Причём дублёры вот так загибающиеся вот отсюда. Увидите, что получится. Из чего сделано? Ну, проволоку эту я, конечно, вижу. Нет, это слепок, это пластик. Раньше такие штуки делали из гипса, а теперь из какого-нибудь полупассивного пластика. Ну, какой конкретно здесь, я, наверное, не скажу. Ну, из каких-то могу поузнавать. Нет, нет, то есть берётся настоящая кость... Да, делается слепок с неё. Техника изготовления слепок понятна? Ну, во что-то окунается, после этого кость вынимается и это заливает. Ну, то что... Да, ну, кость мажут графитом сначала, чтобы к ней к самому ещё не прилипало. Так, значит, потом укладывают форму и форму заливают чем-нибудь застывающим. Ну, можно даже тем же самым гипсом, хотя гипсом не очень хорошо. Так, после того, как он взялся, берут лобзик тоненький и аккуратненько дело распиливают. Кость вынимают. И остаётся там полностью, по форме, полностью, сходная скостью. Сверху дырочку и в пол изливаются. Чего-нибудь твердеющее. Я не люблю слепки. У меня вот в сердце слепок только полный скелет, он тот и разборный. Но разборный, это в хорошем, действительно, позволяет увидеть всё изнутри. А всё остальное у меня натурным материалом. Ну, так что кость, она живая. А слепку, он, конечно, ножку. Если в следующий раз, когда будете работать, будете держать себя в руках, и всё-таки не помнёте листы, друг или не пух. А так, дома у вас учебу спарм есть? Ну, не пух, пулист разборит. Ну, всё-таки, понимаете, вы работали два дня, много сил уложили. Ну, обидно будет работать с таким пустяками. Что нужно? Ну, не здесь и не сейчас. А здесь сейчас можно взять пластик и почистить вот от этих пятен, которые оставляют грязные руки. Что-то уже не украшают работу. И, ребята, учитесь уважать продукты собственного труда. Вы же много работали, чтобы это получить. Но результаты должны быть красивыми. Вот, как раз, вполне подходящая сила, пунктная линия. И с такой же силой, ну, здесь это понятно, с головой. А вот так так, кстати. Угу. Взял таблицу. Ну, потом, в крайнем случае, вот так вот. И всё. Иначе, размазывается карандаш, и равномерно сила кромочка. Нижняя кромочка, она затянена всегда в распоряжении нижней кромочке. А, да, да, да. Ну, слава, слава. Так. Сейчас немножечко проверим. Перееху. Это ещё. Вот видишь, я перехожу с одной стороны на другую. Вот здесь и с этой стороны. А здесь с этой стороны. И это создаёт иллюзию плавную, вроде бы, не леской кроме. А плавно вырунтой поверхности. Вот так вот. На этот конец. Ещё парочку дубёрчиков вдоль нижней кромки. Ну, просто потому что нижняя кромка, она всегда тянет. Угу. 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 Ну, и знаете что? Сейчас я покажу. Угу. 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 Пустые пятна, что-то здесь коситесь. И вы знаете, в качестве первой пробы, ну просто чудесно. Очень хорошо, и я бы ничего больше не делал, оставил так. Потому что здесь большая вероятность того, что если вы будете продолжать сейчас на вашем игре, вы дальше начнете пользоваться. А так это очень качественная работа.